Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Егорова И вот мы в больнице. О чем думает человек накануне операции? Наверное, о многом. О близких, о работе, о болезни своей. И о враче, в руках которого его исцеление. Отец Матфей, священник храма при Московской клинической больнице номер 7, нисколько не сомневается. Исцеление зависит не только от хирурга. Именно поэтому он навещает больных перед операцией и рассказывает им о святом Луке Крымском. А вас как зовут? Христина. По древней традиции Святой Руси, перед каждым делом, особенно перед операцией, полагается прочитать особую молитву, то есть обращение к Господу Богу с просьбой о том, чтобы все прошло благополучно. И если вы не против, вам могу прочитать молитву. Скажите, есть ли у вас косынка, может быть, здесь какая-нибудь что-нибудь на голову одеть. Посмотрите, поищите, пожалуйста. А я пока сейчас доставлю свой служебник. Я даже не знаю. Ну, или полотенечко какое-нибудь, может быть. Спасибо. Как важно сейчас отцу Матфею передать юной крестине хотя бы частицу своей веры, своей убежденности в том, что конечный результат предстоящей операции зависит от Бога, а руки хирурга – лишь инструмент в руках Всевышнего. Именно так считал врач и архиепископ Лука, который в конце 20 века был причислен к лику святых. То, что вот в нашей молитве ты, наверное, слышал, как я упоминал, свидетель Лука Крымского, это не случайно, потому что свидетель Лука – это наш защитник, помощник, который и при жизни был врачом телесным. Ну, все, на операцию едем, перекладываемся потихонечку. Как часто мы, когда здоровы, не задумываемся о Боге и не молимся. Живем себе и живем. И только когда возникает реальная угроза потери здоровья, обращаемся к Создателю и просим Его о помощи. Мы с вами на Садовом кольце, и за моей спиной вот это хорошо известное москвичам здание институт скорой помощи имени Склифосовского. Дело в том, что суда привозят самых тяжелых, самых экстремальных, как принято говорит, больных. Так вот, свидетель Лука, воины Ясенецкий, он часто имел дела очень тяжелыми больными. Вспомним, его хирургическая деятельность, оперативная, как военного врача, началась еще в пору русско-японской войны. Там он познакомился со своей будущей женой, красавицей Анной Ланской, в ту пору еще сестрой Милосердия. Его судьба удивительна. В юности Валентин прекрасно рисовал. До нас дошли его рисунки. В них ощущается недюжинный талант живописца. Но вдруг молодой художник принимает неожиданные решения бросить живопись и заняться медициной. Он объявляет родным, я не вправе заниматься тем, что мне нравится, но обязан заниматься тем, что полезно для страдающих людей. Медицина – не живопись. Не каждый способен ежедневно видеть боль и страдания, кровь и раны. Но размышляя об учении Христа, юноша Валентин выбирает эту стезю. Именно на самом тяжелом пути должна, по его мнению, трудиться душа христианина. Учился он, как и все делал, страстно, с полной самоотдачей. И, естественно, его профессора отмечали как блестящего студента, и ему прочили действительно карьеру профессора. И когда он получил диплом, коллеги, обмениваясь впечатлениями, кто куда поедет работать, он неожиданно всех сказал, что я поеду в земскую больницу, буду земским врачом, простым земским врачом. Куда только не заносила воина Ясенецкого нелегкая судьба сельского лекаря. Но дольше всего он задержался в тихом провинциальном городке Переславле-Залезском. Я стою сейчас на этом месте и, знаете, испытываю нешуточное волнение. И ведь есть отчего. Это невероятно, но нам удалось отыскать вот это здание. Сегодня здесь располагается Переславская инфекционная больница. А еще сто лет назад вот за этими стенами, за этими окнами находилось хирургическое отделение, где делал свои блестящие операции главврач земской больницы Валентин Войн-Ясенецкий. Сейчас мы с вами с трепетом отворили те самые двери, в которые некогда в это здание вошел молодой, красивый врач, 33-летний Валентин Войн-Ясенецкий. Тот самый человек, который дал клятву. Всегда, всю свою жизнь быть именно им, мужицким врачом. С момента переезда в Переславль-Залезский Ясенецкий Войн, Валентин Ферриксович, был уже очень опытный хирург, опытный земский врач с богатым опытом операции на всех внутренних органах. Он сделал уникальные операции на головном мозге. Впервые он сделал операцию по пересадке почек. Он сделал прекрасные операции на сердце Тора впервые в России. Знаете, возможно, именно здесь находилась та самая операционная, где хирург Войн-Ясенецкий делал свои знаменитые операции. Масштабность его хирургического дарования вызывает удивление до сих пор. Совершенно невероятно, но хирург Войн-Ясенецкий делал сложные хирургические операции на позвоночнике, не имея в своем распоряжении обыкновенного рентгеновского аппарата. Год двух революций, февральской и октябрьской, стал роковым и для счастливой многодетной семьи земского врача. Спокойной размеренной жизни с ее ежедневными трудами и радостями пришел конец. Так прошло около семи лет после того, как семья Война-Ясенецкая переехала в этот маленький тихий городок Переславы-Залезки. И вот тут-то происходит драматическое событие. Оно связано с тем, что в гости к ним приезжает старшая сестра жены Анны Васильевны. Незадолго до этого у нее скончалась от скоротечной чахотки дочь. И она привозит с собой вот это ватное одеяло, которым укрывалась больная несчастная девочка. Ей попросту было жалко ему бросить. И тогда Валентин Феликсович говорит своей жене пророческую фразу. Он говорит, знаешь, твоя сестра в этом одеяле привезла нам смерть. Пройдет еще немного времени, семья переберется на жительство в Ташкент, где и сбудется это зловещее пророчество. А пока возникает явственное ощущение великого промысла Божьего, который отсекает от нашего героя все видимые ему одному путы, готовя его к великому крестному пути. Это был 21-й год, такая начало борьбы, которую ГПУ вело по расколу традиционной православной церкви и насаждении живой церкви. И он горячо выступил в защиту традиционной Русской православной церкви. После окончания беседы его под руку вывел архиепископ Иннокентий. Они походили по церковному двору и в конце беседы архиепископ ему сказал, а вы знаете, доктор, вам надо быть священником. Ни минуту не раздумывая, Валентин Феликсович ответил, если это угодно Богу, я буду священником. Это событие поразило весь Ташкент. Профессор медицины, авторитетный доктор становится священником. И это в то самое время, когда даже обычные люди часто скрывали свою веру из-за боязни репрессий со стороны безбожных властей. Сегодня стремительность церковной карьеры молодого священника отца Валентина кажется невероятной. Мучимая большевиками мать-церковь почувствовала на воиспеченном пасторе своего верного сына, который за нее отдаст его себе без остатка. Через некоторое время церковные иерархи решают сильного духом священника необходимо возвести в сан епископа. Совсем не случайно оказались мы сегодня у древних стен Донского монастыря. Как известно, после избрания владыки Тихона Беллавина патриархом московским из Сиаруси его патриарша кафедра находилась именно здесь. И именно к нему обращается за разрешением очень серьезной жизненной ситуации святитель Лука. Священник, как пастырь Божий, он же воспринимает живое существо как частичку Духа Господнего. Поэтому священник не может ни ударить, ни нанести какие-то физические травмы, ни тем более резать. Поэтому, если подходить строго канонически, то, конечно, священнику запрещается делать операции. Он должен приглашать специалистов. А в данном случае в лице одного человека совместился и целитель душ, и целитель тел страждущих. Поэтому вот эти сомнения, конечно, его терзали. Он готов смириться и отказаться от так любимой им хирургии. Но патриарх Тихон принимает беспрецедентное решение. Он благословляет профессора заниматься и далее хирургией. Так двухтысячелетней историей христианства возникает беспрецедентная ситуация. Священник со скальпелем. Пройдет еще некоторое время, и мы будем говорить о святом со скальпелем в руках. У меня за плечами в 500 метрах отсюда печально известное здание Лубянки. Да-да. В советское время, если помните, была такая шутка. Увидел милиционера, лучше перейди на другую сторону. Так вот, если речь идет о чекистах, то перефразил можно сказать, увидел чекиста, вообще уйди подальше. И это здание сегодня возникает в нашем фильме совсем не случайно. Оно связано напрямую с самыми темными, мрачными, трагическими страницами в жизни нашего героя. На долю воина Есенецкого Валентина Феликсовича выпало очень много страданий. Это 11 лет лагерей, тюрьмы, каторги. Это многочасовые, многонедельные допросы, когда следователи менялись каждые два часа, а ему, пожилому, больному, очень больному человеку не давали порой заснуть целые две недели. Над ним впервые провели в качестве эксперимента две очень жестоких пытки конвейером. Так и называлась эта пытка конвейером. Суть ее заключается в том, что создавалась бригада следователей, 12 человек. 12 человек, потому что они работали по 3-4 часа, они выдерживали. И непрерывно в течение многих дней, в частности, первый конвейер он выдержал 14 суток, второй конвейер 15 суток без сна, без еды, с очень редким питьем. Физически это было невозможно выдержать. И как врач, он, например, описывает свои внутренние ощущения. Он пишет, что уже настолько все мышцы задубели, что ощущение, что по спине змеи ползают, что я стою на краю котлована, весь котлован в огнях и кишит какими-то непонятными зверями. Кошмары уже мерещились ему, потому что он уже был в полусознании. Но его окатывали ушатом воды, приводили в сознание, опять усаживали на стул и опять допросы. Сознайся, что ты руководитель, сознайся, что ты убивал офицеров на хирургическом столе, сознайся, что ты детей умерщвлял. То есть такие вопросы, на которые он не мог положительно ответить под любыми пытками, потому что он давал клятву Гиппократа и он свято следовал этой правде. И вот настолько силен духом был, и, видимо, Господь Бог, конечно, его поддерживал. В итоге вот этой схватке нечеловеческой с этим чудовищем НКВД, он стал победителем. Именно это отсутствие признательного ответа не позволило особому совещанию НКВД вынести ему высшую меру наказания, и он остался жив. Случилось так, что именно война прервала череду арестов и ссылок нашего героя. Его талант оказался наконец-то востребованным Родиной. Поток раненых бойцов был так велик, что власти закрыли глаза настолько уверен и высокий духовный сан доктора Ясенецкого. В эти годы он главный консультант МВК-госпиталей Красноярского края. Он много оперирует, спасая бойцам руки, ноги, да жизни наконец. И все это время, не переставая, пишет свой главный труд. Очерки гнойной хирургии, не оставляя архиерейского служения. И вот святителю Луке Войне Синецкому, тогда просто профессору медицины Валентину Феликсовичу присуждается сталинская премия первой степени за его труд очерки гнойной хирургии. Архивные документы свидетельствуют о том, что Иосиф Виссарионович сам читал лично все труды, работы и литературные и научные труды, которые были представлены на соискании вот этой премии, потому как на полях сохранились его карандашные пометки. После войны, вы знаете, воин Иосинецкий получил эту премию, более того, тогда же по указу Сталина был изваян его бюст. Вот здесь в центре бюста у него манти архиерейской изваян здесь у него посиди панагия, а на груди чуть сбоку лауреатский значок с профилем Сталина. Денежное выражение сталинской премии составляло по тем временам огромную сумму 200 тысяч рублей. Большую часть он жертвует вдовам, потерявшим мужей во время войны. В мае 46-го года он назначается архиепископом Симферопольским и Крымским и возглавляет эту кафедру полтора десятилетия. В эти годы владыка совершает еще один свой подвиг. Потеряв зрение, продолжает тем не менее служить. Символично, что именно 11 июня 61-го года в День Всех Святых архиепископ Лука отошел к Богу. Русская Православная Церковь причислила епископа Луку к лику святых. Субтитры создавал DimaTorzok Стрепетом прикоснулся я к мощам святителя Луки, практически нашего современника. Это действительно был дивный архипастырь. Казалось бы, внешняя система подавляла его. Но он никогда не ломался от этого подавления. Он сохранял свою внутреннюю силу, потому что внутренняя сила его была в вере православной. Он чувствовал присутствие Господа в своей жизни. И быть тому, ничего не боялся, ничего не страшился, ни от чего не уклонялся, но мужественно и с любовью к людям и в мире осуществлял свое архипастерское служение. Субтитры создавал DimaTorzok От кого зависит исход хирургического вмешательства? Для стороннего взгляда все так очевидно. Вот врач, вот медицинская сестра, анестезиолог. Все идет так, как и должно. Но именно здесь и сейчас происходит брань, в которой сошлись силы добра и зла. Битва не только за тело, но и за бессмертную душу человеческую. Не случайно та часть тела, которой должен коснуться скальпли хирурга, именуется операционным полем. Именно полем. Слово-то из военного лексикона. Как и слово операция. На это-то поле и наносил твердой рукой крест йодом. Святитель Лука перед началом каждой своей операции. На любой операции может случиться все, что угодно. В любом случае нужна какая-либо удача, поддержка, вера, помощь. Слышь. А у вас могло это пить? Конечно, меня же... И нацелили прям вот на то, что все будет хорошо. Помолились. В нем самым таинственным образом соединились две ипостаси – хирургия и священство. И он своей личностью обогатил оба этих служения. Вспоминаются слова древнего поэта, мыслителя и врача Востока. А Виценте тот писал. «Решил больного исцелить Всевышний. В заботе этой я, как врач, не лишний». Слова эти целиком можно отнести к нашему герою, который ощущал себя скальпелем, но в Божьих руках. Размышляя о феномене святителя Луки, припомним. Во все времена врачи были некой кастой, отгороженной не только таинственной областью их деятельности – самим человеком. Иными были их одеяния, сам язык их великой науки. Ныне мы становимся изумленными свидетелями разрушений этой великой стены. И так физически ощутима потребность в личности, обладающей высочайшим авторитетом и в медицине, и в богословии. Этим человеком и стал святитель Лука, воин Есенецкий. Великая загадка прихода его в мир заключена, наверное, в удивительном попечении о нас Господа, посылающего своих избранников в те периоды истории, когда их подвиг спасителен для максимального числа людей. Великая загадка прихода Субтитры создавал DimaTorzok